Сегодня наша церковь отмечала память священномученика Афима Некомедийского. Батюшка об этом говорил, что о нем мало знает. А почему? На слуху одни и те же жития. Серафима, Сергия. Когда я насчитывал все 12 томов, да еще 2 тома настольной книги священнослужителя, это 1173 жития. Это житие сразу выделяется из всех. В мировой истории за 2000 лет не было такого, чтобы так подготовить свою паству, что они земную жизнь ставили ни во что. Ибо видимое временное, а не видимое вечное. Он им день и ночь об этом говорил. И когда наступило время испытания, церковь оказалась у него на самом высоком уровне. Два удара последовало. Первый сразу захватил в храме 20 тысяч. Тысяч! Какие же это храмы были? Все были сожжены. Ни один не пожелал выйти. Рядом стоит жертвенник. Мясо положи на жертвенник и иди домой. Тебе дадут справку, что ты принес жертву во имя императора такой-то богини. Ни один. Когда дело доходит до того, что враг рядом, а были люди, которые оглашенные, но еще не крещенные, нужно было крестить. А в храме у них были баптистерии. Большие бассейны. Там сейчас делают ступенькой, поднимаешься и дальше опускаешься по лестнице туда. Оказалось, что внутри храма несколько епископов тайных. Никто не знал. Какое время? Время это приближается. Мы совсем недалеко от этого. Были священники. Поэтому, если оглашение было до трех лет, а некоторые подали только, может, заявление, как у нас, срок кончился. Крещение крови будет. И все люди должны были приготовлены. Началось массовое крещение. Сколько купели было, ничего не написано. Это не житие выделяется особой строгостью жизни. Ничего земного у них как будто не было. Ведь церковь его не знает. Не знают. К нам приезжают священнослужители, даже епископы. А они не могут выговорить. Анфима и дальше путается. Ни комедийского, мадийского, какие слова произносят. То есть не знают. Как можно не знать того, который является единственным, по сегодняшнему сказать, в книгу гениса занесенной. Чемпион чемпиона. Герой героев. Не знают. И когда я сидел за столом в синоде, например, это митрополит Виталий, епископы, и я стал рассказывать жития, они смотрят на меня, как будто никогда не слышали. Я говорю о русской православной зарубежной церкви в синоде города Нью-Йорка в Америке. Я подал прошение, чтобы наш храм был назван в честь его. Почему? Я ответил. У нас есть детский лагерь, ему уже 20-й год. 72-го года, там, в 92-м я приехал. И наш лагерь, когда мы уезжали, а там что, шалаши? Все сжигалось. Мы приезжали там, ну, гвоздики, железки лежат. Мы становились на колени, плакали, просили Бога, чтобы Он не наказывал этих хулителей, этих разрушителей. И с первого дня начинали сразу же заботиться, где спать. В палатах было мало, строили шалаши. Сразу же в этот день шалаши были готовы. Нас сжигали и сжигали. Но сожгли не всех. Там описывается житие домное. Она ходила среди головешек, дымящихся, и плакала. Там были ее подруги, сестры, все были сожжены. Второй удар последовал позже. Это 12 тысяч. Итого 32 тысячи. Все зашли на небо. Казалось, город опустел. Столько было христиан. Когда императору сообщили об этом, они выполняли указ, христиане жертву не приносят. Это враги народа, враги Отечества. Они не должны быть истреблены. Сказали, города пустеют. И тогда вышел новый указ. Казнить только священников и епископов. А которые поменьше налагать штрафы. Наказывать, бить палками. Но не убивать. Иначе государство будет пустое. Христиане в своем большинстве уже показали великую мощь и силу и терпение. Доклады поступали. Но войны есть, войны есть, говорят. Первая проверка показала. 11 тысяч христиан с оружием в руках. Защищают Отечество. Я по сей день не могу понять, как так. Первые века и церковь участвовала, и очень массово участвовала в захватнических войнах, языческих императоров. Какое Отечество? Какая вера? Императоры все гонители. И они там. Убивать можно. Жертву приносить нельзя. То есть уровень требований был очень низкий. Во время, когда шли военные учения, один воин размахнулся, и у него расстегнулась рубашка, и крест был виден. Тайная. Ты что, христианин? Да, его казня. Так же и Георгий Победоносцев. Он был из гвардии, как сегодня сказали, в президентский полк. И вот царь обращает, предлагает. То есть он согласен служить. Он полковник, по-нашему сказать. Он с наградами. Может быть, был каким-то депутатом по тем временам. Жертву приносить отказывается. Воевать можно, защищать можно. Я лично этого понять совершенно не могу. Ответ только нахожу. Низкий уровень требований. Христиане номинальное, по названию. Но крепость была. И, видимо, в этом огненном страдании они получали прощение. Церковь так установлена. Я ничего не опровергаю. Просто рассматриваю все во свете Библии. А почему у нас лагерь, наверное, в честь Климента Анкирского? Там другое. И тоже такого епископа не было. Он заботился о детях. Остался сиротой. Усыновила, по ее просьбе, богатая христианка. И он ему 7 лет. Голод в галате. Детей выбрасывает. Дети умирают. Просто умирает на дорогах. Он стал их подбирать, кормить, приводить к окрещению ребенок. Далее он станет епископом. Его арестуют. И он будет мучен, как ни один человек на земле. Берут его тело. Внизу, кверху, остриями пики, мечи. Мечи проходят через его органы. Выходят с другой стороны наружу. Он живой. Это ни день, ни два. Десятилетие кончается. Его из тюрьмы не выпускают. Умирают императоры. Меняются наместники. Епархи. Он остается в тюрьме. С ним вместе Агафангел был. Диакон. За всю мировую историю столь длительных страданий никто не перенес. И далее Дмитрий Ростовский, который написал это житие, видимо, данные были такие. Он говорит, у него не было ничего своего тела. Все это новое, которое наросло. Вырезали, а новое наросло. Не было живого места. Наконец отпускает. Кажется, 29 лет, 11 месяцев. Его отпускают на свободу. Он встречается с паствой. Совершает литургию. И вдруг воины прорываются в храм. Он на свободе. Ударяет его мечом, и голова только чуть-чуть там на кожице была. Пала прямо в алтаре. На престол. Просчитав его житие, я понял. Нам надо готовиться. Нужны примеры. Какой еще больше пример? Один всю пасту подготовил, возвел на небо, а этот больше всех страдал. И я когда говорю о Клименте и Анкирсе, вообще не знаю, даже не слышали. Это уже наш уровень. Ну нельзя так. Вот возьмите, как же называют. У нас Володи. Маленькая деревня. Тут мужиков-то нет. Три Володи. Три Владимира. А Владимира-то ни одного святого не было. Вот князь Владимир, крещеный Василия. Это язычники. В языческий пантеон записались. Святого-то не было Владимира. Он стал святым, когда принял крещение. Ему дали имя Василий. Я этого тоже не могу объяснить. Но мы же послание не Савла, считаем, а Павла. Был Савл. Был гонитель. И этот был гонитель-развратитель. А его имя осталось. Святого Владимира ни одного не было. А называют в честь князя Владимира, который стал Василием. А что Василий даже и не знают. Василий, да, это христианское, а Владимира нету. Также Борис и Глеб. Два языческих парня. Принимают крещение. Давид и Роман. Однако сегодня поминали Бориса и Глеба. Вчера батюшка молил. Какой Борис и Глеб? Нет таких святых. Почему никто вопрос не поднимает? Ну, мы имеем голову, имеем совесть. Мы должны этот вопрос ставить. Произошла ошибка. Они, когда были Борисом и Глебом, это были языческие. Хорошие, добрые язычники. Но вот они получили имя в крещении. А это имя никто и не знает. Как это может быть так? С чем это связано? Никакого объяснения дать не могу, кроме невежества. Невежества и привязанности к прошлой жизни. А вот они были такие. Языщий, хоть какой будь хороший, в рай не войдет. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечно. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Вот я спрашиваю, как звать у нас Сергей. Митрополита, как звать Сергей. Гость приехал с Украины, как звать Сергей. Приедет Паукок, кто Сергей. То ли имен никаких, имен других нет. Я как-то говорил, у нас в деревне было 6 коров, 5 зорьки. Даже здесь, ну корову-то можно как-то назвать, пестриона или как-то. Зорька, зорька, зорька. Какие имена забыты? А это не имена забыты, забыты жития. И все сих никто называть не будет. Потому что никто их не знает. Вот я узнал, рассказал, сидели. Меня сразу подписали бумагу. У батюшки она есть. В нашу общину есть вот этого епископа, священномученика Климентанки. А это, Анфима Никомедийского. Нам есть кому подражать. Мы не просто его имя взяли. Как батюшка говорит, считаем его своим покровителем. Мы считаем, но знает ли он про нас? Ну мы считаем. А оттуда-то нам ничего не поступило. Никаких известий-то. Звонка не было. СМС он нам не сбросил. А мы считаем, ничего нет печальной, безответной любви. И поэтому написано, подражайте вере, взирая на кончину жизни. Мы подражать вере мы можем, да, кончина верная. Я трекся. Мы можем. Но говорить, но наш покровитель, у нас нет ни одного процента. Ну так принято у православных. Присом ни на чем не основано. Просто мы ему счастье молимся, может. Ни одного храма нигде не было. За 2700 лет. Это 302 год его казнили. А Климента 312. Ну уже перед самым воцарением Константина. Тот остался со своим именем. Когда приближается престольный праздник, мы еще раз прочитаем его житие и расскажем другим. Время приближается к тому, что будет всемирное гонение на христиан. Это повторится. Почему так обещано? Будет гнать и будет вести войну со святыми и победит. Это единственная в мире религия, это уже религия, которая говорит о своем поражении. Мусульмане говорят, мы захватим весь мир. Ну и к хатам они уже подошли практически, 2 миллиарда с лишним мусульман. У них же все боевой дух, кинжал, гексаген под подушкой. У нас наоборот, мы не можем убивать, мы не можем проклинать, мы можем только молиться и благословлять. И вот он благословлял перед смертью врагов, чтобы они обратились. История как будто умолчивает, там ничего больше не известно. Но думаю, что молитва столь много, множество людей обязательно была бы отвечена. Люди стали бы обращаться. В какой момент, не знаю. Но жития, видимо, ни в прологах, ни в щитиге, ни в идее, которые были, ничего не написано. Поэтому говорить о продолжении его дела, что не знаю. Господь благословил нас сегодня встретить этот день, встретить гостей, священников, проводить очень по-хорошему. Позволил мне сказать им слово, чтобы слово было приправлено солью. Они пошли у меня все соль получили, я им дал. По мешочку. Волониного хлеба он только спек по булке. И солодки. А владыке Сергею я дал две пачки. Я говорю, у него много гостей, пусть чай заваривают. Когда он им соль это добавит, слово, чтобы с благодатью с солью было-то, они заволнуются. А солодыш ли чай выпьет, и маленько успокоится. Богу нашему слава во веки. Аминь. Аминь.